За аренду гектара земельного надела иностранные инвесторы предлагают чуть больше 100 долларов. Для пенсионеров, которые живут на 50 долларов в месяц, это единственная возможность поднять хоть какие-то деньги с земли. Сажать яблоки и груши, как раньше, невыгодно. Супермаркеты завалены иностранными фруктами и овощами, которые, хотя и безвкусные, зато красивые и дешевые. Сегодня, когда мы посмотрим в целом на рынок Украины, при таком бесном положении, за копейки готов продать свой кусок, потому что надо ребенку медикаменты, где-то, может быть, какую-то копейку найти на учебу, ведь все же, уже все, бесплатное закончилось. Деньги быстренько проедят, пропьют, не буду сказать еще, они быстро закончатся, а после этого нищета, голодьба, которая и сейчас идет, потому что у политиков есть редкий дар. Из худшей ситуации сделать еще худшей. Вот это как раз та ситуация. В среднем украинский крестьянин владеет четырьмя гектарами земли. В сельской ради призывают брать деньги, пока дают, чтобы не спугнуть инвестора. Главное, чтобы инвестор не потерял план, чтобы он был выряден, не ушел отсюда. Иначе все зарастет бурьяном, а никуда никто не идет. Компании-акционеры, раскупающие украинские земли, находятся в разных странах мира. Швеция, Финляндия, Великобритания, США. Западные корпорации Монсанто, Дюпон, Каргил стали быстро занимать свои позиции на Украине сразу после провозглашения независимости. Следующий шаг они хотят совершить в парламенте. Изменение конституции для приватизации украинской земли. Земля – невероятный ресурс, один из немногих в этой стране. Уже более половины пахотных земель Украины арендованы мировыми гигантами сельского хозяйства. Последний шаг до окончательного контроля – отмена моратория на продажу земли. И тогда бескрайние украинские поля, воспетые Тарасом Шевченко, превратятся в американский полигон для биотоплива и выращивания геномодифицированных культур, опасаются экологи. Американская компания Монсанто, специализирующаяся на производстве трансгенных семян и ядов для их обработки, с успехом работает на Украине уже несколько лет. Чуть ли не бесплатно раздают свои семена производителям. Тем самым, как наркомана сожрет на иглу, потому что один раз, используя семена ГМО, на негому уже переключиться будет достаточно сложно. Монсанто не скрывает, что обрабатывает поля глифосатом – сильнодействующим ядом, который убивает не только вредители и сорняки. Ученые по всему миру проводят исследования и утверждают, что глифосат может вызывать онкологические заболевания. Если Монсанто распространит ГМО в Украине, то они распространятся и в России. И как только все будет заражено, законодательство против ГМО потеряет смысл. Отмена моратория на продажу земли на Украине открывает для Запада неплохую экономическую перспективу. 32 миллиона гектаров чернозема – треть пахотных земель всей Европы. Около 40 миллионов населения – готовый рынок сбыта трансгенной кукурузы, пшеницы и сои. Украина становится колонией, говорят фермеры. Просто рабы будут белыми, а не неграми. Уже есть горький опыт скупать землю и создавать Латифундии по 150 тысяч гектаров земли. Латифундия держит землю. Три-четыре человека из села работающих. Остальные влачат нищенское состояние. Влачат нищенское существование. По европейским стандартам, которыми Украина подписала как ассоциацию, с 1 января постепенно должны запретить это подсобное хозяйство. Нельзя уже держать коровку, свинку. Дальше. Они запрещают рынки, где можно продать свою продукцию. То есть люди, по сути, людей подталкивают к голоду. Потому что говорят, нет, ребята, будете покупать то, что мы выращиваем. А свое нельзя. Европа. Среди прогнозируемых последствий преступной сделки не только голод и трансгенная экспансия, но и экологическая катастрофа. Как только Киев отменит мораторий на продажу земли, весь чернозем в вагонах и грузовиках перекачивает на запад. С этого поля под Харьковом уже вывезли тонны уникальной почвы. Если фашисты в годы войны, говорят, вывозили 10-20 сантиметров, то эти вывозят все полностью, подчистую, оставляя за собой выжженную глину. В прежние годы это были земли колхоза. Местные жители помнят, какие здесь собирали урожаи. Это были ягодники, здесь была клубника, земляника, здесь были малинники, здесь была черная смородина, крыжовник. Сегодня вместо ягодных полян только глубокие ямы. Как посчитали, местные жители-браконьеры неплохо зарабатывают на продаже родной земли за границу. 12 500 КАМАЗов умножаем на минимальную стоимость 800 гривен на КАМАЗ. 800, вот, пожалуйста. Получаем цифру 10 миллионов гривен. Это только с одного поля. Легко представить, что произойдет с запасами украинского чернозема, после того, как эта земля станет собственностью иностранных компаний. Впрочем, и сейчас на полулегальный экспорт ценной породы власти закрывают глаза. Объявлениями о продаже плодородной почвы пестрят газеты. Кадробандисты орудуют никого не боясь, спокойно, средь бела дня. Документы есть? Да. Дозу. Дозу на разрешение разрытия котлована и т.п. и т.д. Нет. А что же вы тут? Получается, заградете, да? Учим. Въехали, взяли. Житель поселка Песачин Харьковской области Павел Нетеса рассказывает, за руку ловил копателей и отводил милицию. В ответ получал письма. Нарушений закона в действиях задержанных нет. Площадь плодородных украинских черноземов сопоставима с территорией Великобритании. 30 миллионов гектаров. Это четверть всех мировых запасов. Правда, земельный банк пустеет на глазах. Национальное достояние распродают со скидкой. 30 долларов за доверху набитый камаз, грузоподъемностью 20 тонн. Вот это золото. Ну, больно видеть, конечно. Черный цвет, это означает, что здесь миллионы поколений растений сменили друг друга для того, чтобы обогатить ее гумусом. Гумус – органическое вещество, которое обогащает почву и делает ее черноземным. Процесс занимает несколько тысячелетий. На то, чтобы выкопать подчистую черное золото и вывести за границу, понадобится всего несколько лет. Но ничего не поделаешь. Украинскому правительству срочно нужны деньги. Международные кредиторы ждать не хотят, рассчитывают получить долг сполна. Только на обслуживание долга перед МВФ в этом году потребуется примерно 1 миллиард долларов. Кстати, по мнению экономистов, только что выделенный транш почти полностью вернется назад в фон. В счет погашения долга. Так что реально этот транш никак не улучшит положение Украины. И, сути по всему, уже в январе пройдут первые сделки по продаже земли. Безработный, который живет лишь тем, что распродает семейные реликвии. С таким вот неудачником сравнили украинские экологи и президента Порошенко в декабре прошлого года, после того, как Петр Алексеевич согласился отменить мораторий на вырубку карпатского леса в обмен на очередной транш от МВФ. Это же сравнение напрашивается и сейчас. Украинское руководство предпочитает не думать о том, что бабушкина шкатулка не бездонна, как и природное богатство Украины. Главное сейчас урвать, а дальше трава не расти. Как и картошка, капуста и все остальные овощи и фрукты на изрытой и опустошенной земле, некогда богатой мировой житнице. Впрочем, неудачником Петра Порошенко не назовешь. Его личное состояние за время президентства увеличилось вдвое. Редактор субтитров А.Семкин